Информационный сервис о мерах поддержки в условиях коронавируса на днях запустило правительство России. Исчерпывающую информацию о действующих в России мерах поддержки граждане и бизнес могут получить в специальном разделе на официальном сайте правительства. Здесь объединено около 80 различных мер. Они сгруппированы как по категориям получателей, граждане, бизнес, общие меры, так и по типам отраслей – финансы, налоги, транспорт, туризм, здоровье, социальная сфера. В каждом разделе дается подробное описание, сроки предоставления и инструкция о том, как ее получить. Социальные меры – это увеличение пособия по безработице, дистанционная постановка на биржу труда. Поддерживают и семьи с детьми. Те, кто воспитывает детей от 3 до 7 лет, выплаты начнут получать уже в июне этого года, а не в июле, как планировалось ранее. Поддержка адресная, значит, предоставляется тем, кто в ней особо нуждается. Это семьи, в которых доход на одного человека меньше прожиточного минимума. В Чувашии сумма выплат на одного ребенка составит 4700 рублей. С заявлением о предоставлении этой выплаты граждане могут обратиться с 20 мая текущего года. Для получения выплат необходимо будет представить одно заявление, других документов, каких-либо справок представлять не потребуется. Для получения этой выплаты семьи могут обратиться через единый портал государственных услуг, либо через многофункциональные центры нашей республики, либо через отделение социальной защиты. В условиях ограничения приема граждан рекомендуем зарегистрироваться на едином портале государственных услуг для того, чтобы решения о предоставлении выплат принимались более оперативно. Есть и региональные меры поддержки. Так, в Чувашии впервые за 8 лет проиндексировали и материнский капитал. Соответствующий указ в конце апреля подписал в Рио главы Чувашии Олег Николаев. Сумма увеличена на 50 тысяч и теперь составит 150 тысяч рублей. Получить его могут семьи, которые еще не распорядились средствами мат-капитала.